Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте! Сегодня понедельник, 6 февраля. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Начну с информации о событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае. Исторический хронограф. Сегодня, 6 февраля, отмечается Всемирный день отказа от мобильного телефона. Конечно, трудно переоценить положительные стороны мобильной связи, но специалисты отмечают и наличие вредного воздействия на физическое и психическое состояние здоровья человека. Поэтому организаторы ежегодной акции «Всемирный день отказа от мобильного телефона» предлагают людям сегодня, если не отказаться полностью от мобильной связи, то хотя бы максимально ограничить ее использование. В разные годы истории, 6 февраля, происходили следующие события. В 1191 году Папа Римский Климент III утвердил Тевтонский орден. Именно войско Тевтонского ордена пришло к нам на Русь в 1242 году и было разбито в знаменитом ледовом сражении под Новгородом. 6 февраля 1900 года русский ученый Александр Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море. Радиограмму получил командир ледокола Ермак. 6 февраля 1913 года в селе Жадовке, ныне Барышского района Ульяновской области, родился герой Советского Союза Леонид Жигалов. В армии Леонид Васильевич начал служить с мая 1935 года на фронте Великой Отечественной войны с июня 1941. Командир танкового батальона Леонид Жигалов особо отличился в боях Висло-Одерской операции. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 28 февраля 1945 года. После войны Леонид Жигалов жил и работал в Ленинграде. 6 февраля 1918 года британский парламент принял закон, предоставляющий право доступа к выборам женщинам. Но не всем, а только достигшим 30-летнего возраста и являющимся главой семейства, или состоящим в браке с главой семейства, или окончившим университет. 6 февраля 1930 года открылся Центральный Академический Театр Советской Армии. До 1951 года он назывался Центральным Театром Красной Армии, а ныне называется Центральный Академический Театр Российской Армии. 6 февраля 1945 года в Лондоне начала работать Первая Всемирная конференция профсоюзов. На этой конференции была создана Всемирная федерация профсоюзов. 6 февраля 1949 года в Комсомольске-на-Амуре родился писатель Юрий Соколов. Приехав в Ульяновск, он работал на Ульяновском моторном заводе и Ульяновском автомобильном заводе, в газетах «Ульяновская правда» и «Ульяновский комсомолец». Выпустил несколько поэтических сборников, среди которых «Песенные годы», «Поезда судьбы», «Зорницы памяти». 6 февраля 1950 года советский самолет МиГ-17 стал первым в мире серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете. 6 февраля 1952 года на престол взошла Елизавета II, ставшая с этого дня правящей королевой и главой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Напомню, что скончалась королева Елизавета II в 2022 году. Специальный репортаж На прошлой неделе мы отметили 130-летие со дня рождения нашего земляка, народного художника СССР, академика живописи, лауреата многих государственных премий Аркадия Александровича Пластова. В Ульяновске и на его малой родине в селе Преслонихе Корсунского района прошло немало мероприятий, посвященных этой дате. Но главное все-таки не в том, чтобы вспоминать о нашем великом художнике один раз в год, а беречь память о нем постоянно, сохранять оставшееся нам его наследие, в том числе места, связанные с его жизнью и творчеством, в частности, его родное село Преслониху. Об этом на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона сказал губернатор Алексей Русских. Признанный классик советского реализма, лауреат Ленинской и Сталинской премий, его картины стали символом эпохи. Наша с вами задача – беречь память о великом художнике, в том числе благоустаивать и заботиться о его малой родине, в селе Преслониха Корсунского района, а также привлекать сюда как можно больше начинающих художников со всей страны и развивать туристический потенциал. О том, что было сделано для достижения этих целей в 2022 году и о планах работы в этом направлении в году наступившем, доложил заместитель председателя правительства Ульяновской области Евгений Лазарев. В 2022 году было в разы увеличено финансирование на благоустройство и ремонт дорожного покрытия села Преслониха. В частности, в 2022 году по итогам года была реализована работа на 11,5 миллионов рублей. Была отремонтирована участок автомобильной дороги по улице Льва Толстого, по которому осуществляется подъезд к храму имени Аркадия Александровича Пластова. Была отремонтирована дорога по переулку Светлой на сумму более полутора миллионов рублей. На 2023 год запланирована еще большая сумма, порядка 17 миллионов рублей мы планируем реализовать в текущем году, в рамках которых будет выполнено ремонт дороги по переулку Чапаева на сумму 14,5 миллионов рублей, ремонт тротуара по улице Льва Толстого и ремонт автомобильной дороги по переулку Чапаева. В настоящее время лимиты до администрации Корсунского района доведены, ведется подготовка сметной документации и необходимые конкурсные документации. Работы мы планируем осуществить до 1 сентября текущего года. В свое время была озвучена интересная идея о строительстве в селе небольшой гостиницы, в которой могли бы останавливаться приезжающие сюда молодые художники. Губернатором Алексеем Русских было поручено заместителю председателя правительства Ульяновской области Евгению Лазареву провести совещание с представителями бизнеса и предложить им участвовать в реализации этого проекта. Председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков подчеркнул, что этот вопрос правительство держит под контролем. Этот вопрос мы держим на контроле. Агентство по туризму занимается в рамках реализации нацпроекта, в том числе туристического маршрута Дворини на Олги, с теми инвесторами, которые хотели бы здесь реализовать свой проект. Срок поставлен. В активной фазе обсуждается. Там просто нужно софинансирование со стороны, в том числе, инвесторов. Подробнее о деятельности по развитию туристической инфраструктуры и по привлечению туристов при Слониху рассказал директор агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин. У нас в августе прошлого года маршрут Дворини на Олги, который включает в себя посещение при Слонихе, был официально признан национальным туристическим маршрутом Ассоциации туроператоров России Федеральным агентством по туризму и был рекомендован к реализации. Для сведения всего в Российской Федерации таких маршрутов было 30 принято. В марте прошлого года совместно с администрацией Корсунского района туроператорами Семер-Сити Дели мы провели комплексное обследование инфраструктуры туризма села Преслониха и Языково. Было разработано три новых маршрута, таких как Ульяновск-Преслониха, Ульяновск-Преслониха-Ассурская, Ульяновск-Преслониха-Корсун. С мая в рамках реализации данного проекта были приняты первые туристы как из нашей области, так и из соседних регионов. Было организовано пять выездов по 50 человек на Пластовский ПНР. В мае-июне активно работали со школьниками. В этот период ежемесячно, начиная с мая прошлого года, собираем по 2-3 группы, по 30-40 человек. Здесь хочется отметить, что такая активность у нас, как правило, в весенний, летний, осенний период. Зимой это направление не пользуется особой популярностью. Сейчас уже открыта возможность заказа туров на выходные, начиная с весны. Люди начнут активно путешествовать в этом направлении. В текущем году в рамках национального проекта «Туризм индустрии гостеприимства» мы вошли в перечень пилотных регионов, где ошляется апробация государственного социального заказа. А это значит, что школьники 5-9 классов смогут совершенно бесплатно совершать путешествия. В том числе и маршрут «Преслониха» мы будем включать в этот проект. Кроме этого, в прошлом году нам совместно с районной администрацией удалось запустить давно недействующее придорожное кафе в селе. Там занимается сейчас этим индивидуальный предприниматель Карпенко. Сейчас ведутся работы по ремонту номерного фонда в здании этого кафе и дальнейшее развитие этого проекта. В текущем году мы получим финансирование с федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм индустрии гостеприимства» в размере 19,2 миллиона рублей на обустройство пляжей и развитие национальных туристических маршрутов. То есть тот статус, который нам присвоили федеральные агентства по туризму, дает возможность получать федеральное финансирование. И благодаря тому, что нам присвоили этот статус, фактически мы можем деньги направить на развитие некапитальной инфраструктуры в селе Преслониха. Что значит «некапитальная»? То есть мы можем там построить малые архитектурные формы, установить знаки навигации, то есть вот такие вещи. Эти средства представляются на конкурсной основе. Мы в текущем году, в середине февраля, примерно ожидаем заключения финансового соглашения с Минканом развития России. Примерно в конце февраля объявим конкурс. Уже сейчас от предпринимателей есть запрос на реализацию таких проектов в Преслонихе, поэтому активно работаем. Конкурс запустим, определим победителей, приступим к выполнению задач уже с финансированием. Ранее губернаторам Алексеем Русских было дано поручение благоустроить родники в Преслонихе. О выполнении поручения доложила министр природных ресурсов и экологии Ульяновской области Гульнара Рахматулина. Родник Машков-Холодец в селе Преслонихе в 2022 году благоустроен. Проведены работы по ремонту каптажа и построена беседка. Кроме того, администрации Корсунского района принято решение в текущем 2023 году провести благоустройство еще трех родников в селе Преслонихе. Это родник Лесной, родник Андреев, родник Поварня. Общая сумма порядка полутора миллионов рублей. И администрация Корсунского района на эти цели будет использовать зеленые экологические деньги, которые разрешены с прошлого года правительством Российской Федерации. И также обращаюсь ко всем главам муниципальных образований. План мероприятий согласован Министерством природных ресурсов Российской Федерации в декабре 2022 года. Поэтому с текущего года зеленые экологические деньги можно использовать по назначению. Да, только поясните, что такое зеленые экологические деньги. Многие что-то другое воспринимают под этим названием. Зеленые экологические деньги – это средства, которые муниципальное образование получает от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Вот, а в этом направлении нам с вами предстоит большая работа уголная расформа. Плюс это деньги ущерба и лесные платежи. На вопросы губернатора о том, как в Преслонихе отметили юбилейную дату и как население воспринимает перемены, происходящие в селе, ответил глава администрации муниципального образования Корсунский район Владимир Чубаров. Мы проводили большое мероприятие в детской школе искусств имени Аркадий Александровича Пластова. Было много гостей. Прошло в торжественной такой вот обстановке. Отмечали мы 40-летие. Затем провел заседание по развитию села Преслониха. Присутствовал внук Пластова Николай Николаевич, который здесь живет, Преслонихе. Мы тоже обговорили с ним все вот эти вот вопросы и, конечно, довели до населения. Мы то, что планируется будет в текущем году, конечно, это вызывает настроение, что действительно великий человек, который сегодня и наш Ульяновский область, и Корсунский район поднимает на более такой вот высокий уровень и достойно для того, чтобы данное село совершенствовало, благоустраивалось. И, безусловно, конечно, спасибо за то внимание, которое сегодня вы уделяете Аркадий Александровичу Пластову. Владимир Борисович, я давал поручение подготовить проект для участия в конкурсе Минстроя по благоустройству языков. Вы работу проводите? Да, работа эта проводится. Сегодня будем объявлять конкурс на проектирование эскизного проекта. Приглашали мы проектантов из Казани, обходили всю вот эту выделенную территорию языково-подысторическое поселение и продолжаем работать по плану. И будем готовить документацию для выступления в проекте в федеральном. Да, еще раз всем говорю, у нас есть уникальная возможность привлечь федеральные деньги на создание общественных пространств. Нужно только внимательно к этому отнестись, тщательно подготовить документацию. В этом году у нас пять муниципалитетов получили финансирование. Давайте ставить задачу, чтобы на 2024 год также не менее пяти наших муниципалитетов выиграли эти конкурсы, получили деньги и создали общественное пространство. Это очень хороший эффект имеет. Жители очень благодарны. Поэтому давайте поактивнее будем работать. Проведенные прокуратурой области проверкой в деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской области и подведомственных ему учреждений выявлены существенные нарушения законодательства о здравоохранении. С подробностями нас познакомит начальник социального отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ульяновской области Руслан Аминов. Надзорные мероприятия показали, что на качество медицинской помощи существенное влияние оказывает недостаточное финансирование отрасли здравоохранения. В настоящее время проведенной нами проверкой установлено, что дефицит средств на данную отрасль составляет около 140 миллионов рублей. Кроме того, нами выявлены факты значительного занижения средств, выделяемых на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи на территории региона. К примеру, хочу обратить внимание, что на один случай госпитализации медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичные в условиях круглосуточного стационара, за счет средств областного бюджета присмотрено 70 тысяч рублей, при федеральном нормативе на сумму более 89 тысяч рублей. Для устранения нарушений закона и в целях восстановления возможных нарушенных прав граждан органами прокуратуры области внесено представление председателю правительства Ульяновской области. Хочу заметить, что уже по итогам рассмотрения представления об устранении нарушений закона правительством принимаются меры для устранения нарушений закона. В частности, на отрасль здравоохранения дополнительно выделены денежные средства на сумму более 400 миллионов рублей. Работа на указанном направлении продолжается. У нас в Ульяновской области есть факты несвоевременного оказания медицинской помощи? Да, к сожалению, такие факты имеют место быть. Хочу отметить, что законодательством предусмотрен 14-дневный срок для того, чтобы гражданин был принят на приеме у лечащего врача. Иными словами, если гражданин обращается в медицинское учреждение, в течение 14 дней он должен быть специалистом принят. Так точно. Если его незамедлительно не могут принять лечащий врач, то, конечно, они его могут поставить так называемую очередь, называемую своими словами. Но эта очередь не должна превышать 14 дней. Я, к примеру, вам хочу привести один случай, который был в нашей надзорной практике совсем недавно. Прокурорам железнодорожного района города Ульяновска было установлено, что в городской поликлинике номер 3 в ноябре и в декабре 2022 года данные требования законодательства не соблюдаются. К примеру, с нарушением установленного 14-дневного срока был принят 21 пациент. А еще 38 граждан, которые обратились в больницу в декабре 2022 года, вообще не были приняты у лечащего врача. Для устранения нарушений законодательства прокурорам железнодорожного района внесено представление об устранении нарушений, в том числе для принятия и устранения причин и условий, им способствующих и недопущения впредь таких факторов. Вкусно и полезно! С вами Наталья Кузина и региональный центр общественного здоровья. Крупы, каши и гарниры из них – это должно стать неотъемлемой частью нашего здорового питания. Макароны и изделия, особенно из твердых сортов пшеницы, мы, конечно, очень любим, особенно дети. Но не надо их есть каждый день. Обязательно чередуйте, варите крупы. Мы потому о крупах так долго и основательно рассказываем, поскольку крупы, богатые растительными белками, полезными микроэлементами и витаминами – это залог нашего здоровья. Как много у нас пословиц и поговорок про каши. Например, «Хороша кашка, да мала чашка!» «Гречневая каша, матушка наша, а хлебец ржаной, отец наш родной!» «Кашу маслом не испортишь!» «Русского мужика без каши не накормишь!» И так далее. К сожалению, в нашей климатической зоне можно выращивать далеко не все крупы. Поэтому диетологи просят включать в свой рацион и каши из экзотических круп, которые у нас не растут. Но в магазинах их купить можно. Амарант, киноа, булгур, кускус. Правда? Звучит заманчиво. Об этих экзотических крупах мы вам уже рассказывали. На очереди новые крупы. Слушаем главного терапевта Ульяновской области Надежду Рогожину. Полба – это особый вид пшеницы, зерна которой обладают высокой пищевой ценностью. Зерно полбы крупнее зерна пшеницы. Они также хорошо защищены от вредителей неблагоприятных внешних воздействий слоем жесткой несъедобной пленки – мекены. Именно из-за этого слои зерна весьма устойчивы к радиоактивному излучению и всевозможным загрязнениям. Полба значительно превосходит пшеницу по содержанию растительного белка, ненасыщенных жирных кислот, клетчатки, железа, витаминов группы В. А содержащиеся в ней мукополисахариды помогают нашим иммунитету расти и развиваться. Постоянное присутствие данной каши в рационе способствует укреплению иммунитета, нормализации уровня сахара в крови, улучшению работы всех систем организма. Если готовить кашу по старой традиции, то необходимо предварительно полбу замочить на 5-6 часов. И уже затем крупу помыть, положить в кастрюлю и варить на слабом огне. А вот если готовить из полбы не кашу, а рассыпчатый гарнир, то необходимо ее несколько раз промыть и залить водой. И варить ее также на медленном огне от 40 до 50 минут. Пшеничка или пшеничная крупа вырабатывается из цельных пшеничных зерен. Бывает из зерен цельных или крупного дробления. Первый вариант хранит в себе большую кладезь полезных веществ. Об этом знали и наши предки. В наше время она не очень пользуется популярностью. В ней содержатся такие витамины, как А, С, В6, В12, ПП. Благодаря этому содержанию можно улучшить и зрение, и сделать волосы сияющими, кожу гладкой, а ногти крепкими. Также в ней содержатся витамины группы В, которые снижают мышечную усталость и способствуют стимулированию иммунной системы. Если мы говорим о цельнозерновом варианте пшеничной каши, то лучше использовать ее в качестве гарнира или молочной каши на завтрак. А вот если взять рубленные зерна, то лучше всего из них делать беточки, запеканки и пироги. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Двузначное число или двухзначное число? Как писать правильно, есть ли в этом слове буква Х? С прилагательными, которые начинаются на трех и четырех, все в целом очевидно. Числительные в их составе оканчиваются буквой Х. Например, четырехкомнатный, трехъядерный. Прилагательное «двузначный» – исключение, и правила относительно его написания весьма расплывчаты. В литературной речи обычно пишется «дву» перед согласными буквами и «двух» перед гласными. Например, «двукрылый» или «двухатомный». Но этот принцип не соблюдается строго. По этой причине в сложных случаях стоит обратиться к словарю. А что касается прилагательного «двузначный», то рекомендованным и наиболее удобным вариантом считается «двузначный». Однако в разговорной речи допускается и вариант «двухзначный». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Спортивный клуб. В хоккее с мячом лучшие детские и юношеские команды страны готовятся к финальным играм всероссийских соревнований на призы клуба «Плетеный мяч». Позади – предварительные, отборочные, зональные этапы турнира. О том, как на них выступили в разных возрастных категориях команды нашей области, я прошу рассказать президента Федерации хоккея с мячом Ульяновской области, директора хоккейного клуба «Волга-Ульяновск» Марата Шакурова. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Наша школа ульяновская по хоккею с мячом, она школа Олимпийского резерва, является одной из лучших в нашей стране. В 2021 году была признана лучшей школой России. Всегда занимает высокие места. И наши практически все возраста борются за выходы в финальные этапы. А в финальных этапах наши юноши, наши мальчики часто завоевывают призовые места. На сегодняшний день у нас 7 возрастов. 6 возрастов в школе. И седьмой возраст – это выпускники, которые также участвуют в чемпионате России в хоккей с мячом. Они играют за «Волгу-2», за «Волгу-Черемшан». Это является дубль основной нашей команды – хоккейной «Волги». И это выпускники нашей школы 2004-2005 года. Они участвуют на «Спартакеазе» и потом на финальном этапе среди команд высшей лиги. Самые младшие у нас воспитанники – 2011-2012 года рождения, под руководством Горчакова Сергея Вячеславовича. В этом году предварительный этап западной зоны был в Ульяновске. Было 12 команд, 4 подгруппы. По три команды. Наша «Волга» заняла первое место в своей группе. И потом были стыковые матчи. Из победителей групп? Да, из победителей групп. В стыковые матчи вышли три команды. Команда «Волга», команда «Строитель» и команда «Нижегородской области». И «Волга» сыграла со «Строителем» 3-3 и с «Нижегородской областью» сыграла 1-1. А «Строитель» обыграл «Нижегородскую область» 1-0. И из-за этих результатов, не проиграв ни одного матча, они, к сожалению, заняли второе место. Но всё равно второе место в западной группе даёт право играть в финальном этапе. Отлично. Пожелаем там ребятам успеха. Взять реванш у строителя. Да. Дальше у нас идёт возраст 2010 года рождения под руководством Суркова Юрия. Выступали наши ребята в Первоуральске, заняли третье место в западной зоне, что даёт право выступать также в финальном турнире, где уже будут определяться окончательный результат первенства плетёного мяча среди мальчиков 2010 года рождения. А наш вратарь Александр Баклушин лучшим вратарём признан в западной зоне. Следующий у нас возраст. Это старшие мальчики 2009 года рождения. Тоже плетёный мяч. Здесь ребята выступали в Архангельске. Из восьми команд в семи играх по круговому турниру провели блестяще. Выиграли все семь игр. И с феноменальным результатом. 84 мяча забили, два мяча всего лишь пропустили. Потрясающий. Потрясающий результат. С первого места вышли в финальный этап, где также сразятся они потом за медали. Данный возраст 2009 года тренирует Борисов Вячеслав Михайлович. Они регулярно побеждают по своему возрасту в первенствах России по плетёному мячу. В прошлогодние они были чемпионы. То есть они сейчас действующие чемпионы? Они сейчас действующие чемпионы, да. Пожелаем им повторить в прошлогодний успех. Пожелаем им повторить успех. Дальше у нас идёт возраст 2008-2009 года. Они уже называются младшие юноши. Их воспитывает Малаховский Александр. Они выступали на предварительном этапе в Нижнем Новгороде. Были также разделены на две группы. Заняли в своей группе первое место, не проиграв ни одной игры. Пять побед из пяти игр. И в стыковом матче одолели Нижегородец 4-3. И заняли первое место в западной зоне. Также вышли в финал всероссийских соревнований. И Макар Куркин признан лучшим защитником западной группы. Следующий у нас возраст. 2007-2008 года рождения. Юноши. Тоже воспитанники Александра Малаховского. Они выступали в Манчегорске в предварительном этапе западной зоны. Где в круговом турнире из шести команд также заняли первое место, выиграв все пять встреч, набрав 15 очков. Наш нападающий Андрей Елизаров стал лучшим нападающим. А лучший бомбардир стал Максим Легковский. Тоже наш воспитанник. Забил девять мячей. Воспитанник Александра Малаховского. Следующий наш возраст. Это старшие юноши. 2006-2007 года рождения. Они в этом году выступали в Казани в предварительном этапе. Также было разделено на две группы. Было десять команд. В группе «Б» они в круговой системе заняли первое место, выиграв три игры и одну игру проиграли. Набрали девять очков и вышли в стыковые матчи с первого места, где встречались с Уральским Трубником и победили со счетом 4-3. Заняли первое место в западной зоне. Их тренера, наш прославленный кейс-чемпион мира Майспорт Международный класс Наумов Сергей Михайлович. И второй тренер у них Рожнов Сергей Николаевич. Лучший игрок западной зоны признан Данил Арапов, наш ульяновский воспитанник. Еще были соревнования среди юниоров 2004-2005 года рождения. Был предварительный этап в городе Кирове. К сожалению, ульяновская «Волга» не попала в финал, заняла пятое место, но здесь произошел такой парадокс. Команда, которую заняли со второго по пятое место, набрали по 13 очков. А команда, которая заняла первое место, набрала 14 очков. Но «Волга» победителей Кировскую Родину в личных встречах обыграла. И «Волге» не хватило всего лишь одного очка для того, чтобы занять первое место. А когда стали считать забитые пропущенные мячи, «Волге» всего лишь не хватило одного мяча, чтобы также попасть в первую четверку и выйти в финальный этап. Вот, к сожалению, у нас один возраст не попал в этом году. Но за такое поражение, я думаю, ни у кого не найдется ни слова упрека в адрес наших ребят. Нет, упрекнуть не в чем. Ребята старались. Просто где-то, может, не пошло. Они бились в каждом матче и лидеров обыграли. А вот... Просто немного не повезло. Такое спорте тоже бывает. Да, не хватило всего лишь одного мяча. Тренера в 2004 год воспитывает Танеев Федор Александрович. И в 2005 год воспитывает Машков Александр Викторович. Еще у нас выступает за «Волгу» Черемшан. Это дубль основной команды. Наши выпускники, воспитанники школы. 2004-2005 года рождения в основном. И завершая все, что вы сейчас рассказали, общий итог по сравнению с прошлыми годами. Как вы оцениваете результат? У нас такой же стабильный результат, как и всегда, как и последние несколько лет. Наши ребята стабильно из 6-7 групп выходят в 5-6 команд в финалы, где завоевывают медали. В 2021 году мы стали победители в трех группах. И еще в двух группах были призерами, занимали серебряные и бронзовые места, что дало нам право занять первое место среди школ. В этом году мы также ждем высоких результатов нашей школы. Федерация хоккей с мячом мы запросили, чтобы финал 2008 года рождения, который состоится с 20 по 28 марта, чтобы нам дали право провести в Ульяновске. И остальные тоже ребята поедут в другие города. Кто-то в Нижний Новгород, кто-то в Первый Уральск, кто-то в Архангельск. И там постараются тоже победить и занять высокие места, чтобы завоевать медали, чтобы приехать с хорошим настроением, чтобы подтвердить высокий уровень нашей хоккейной школы под руководством Никифорова Леонид Ивановича. Спасибо вам большое за уделенное время. Пожелаем успеха нашим юным хоккеистам и их наставникам. И надеюсь, мы с вами вновь встретимся после окончания финальных турниров, и вы расскажете об их результатах. Большое спасибо за пожелание. Да, с удовольствием жду приглашения. В апреле месяце я расскажу, какие места наши команды заняли в финальных этапах чемпионата и первенства России по хоккейу с мячом. Программу «Утро нового дня» для вас провел журналист Евгений Слюняев. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин. В этот день появились на свет советская оперная певица, педагог, публицист, народная артистка СССР Ксения Держинская. Завершив сценическую карьеру в конце 40-х годов, она преподавала в Московской консерватории, писала статьи о музыке и воспоминания о своих современниках. «Утро нового дня» «Утро нового дня» «Утро нового дня» Музыкант Боб Марли. Он является самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря ему регги приобрел широкую популярность за пределами Ямайки. Композитор, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Матвиенко. Он причастен к успеху таких известных российских групп, как «Иванушки Интернешнл», «Корни», «Любе», «Веа», «Здравствуй, песни». Написал основные хиты для группы «Любе». «Комбат», «Там за туманами», «Трамвай пятерочка», «Главное, что есть ты у меня». «Про себя втихаря помолюсь», «Закурю и опять зарегусь». «Жаль, что только сейчас понял я», «Главное, что есть ты у меня». Автор и исполнитель песен, музыкант, певец. Основатель группы «Чишекомпания» Сергей Чекроков. Я искал тебя здесь и там, и думал, свихнуйсь. Я не нашел тебя ни здесь, ни там, и подумал, свихнуйсь. О, гитара и струны, священный союз. Когда кидает любовь, начинается блюз. Вокалист группы «Король и шут» Андрей Князев. Молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант, мультиинструменталист. Автор музыки и текстов всех своих песен Дан Балан. Любви Любви Любви, как солнце Как вечер на грустная луна И не отпускай меня Любви Пусть льются сроды Ведь в сердце Вечная весна Так не отпускай меня Любви Также в этот день в мировой и отечественной культуре Произошли следующие события. В 1813 году в Венеции состоялась премьера оперы «Танкред» Джакина Рассини. В 1851 году в Дюссельдорфе состоялась премьера «Третий» Рейнской симфонии Роберта Шумана. В 1884 году опера Петра Чайковского «Мазепа» поставлена в Мариинском театре. В 1927 году в Париже дебютировал десятилетний скрипач Иегуди Минухин. Об этом выдающемся музыканте XX века говорят, что он стал гражданином мира еще до рождения. Его родители из России, но встретились в Палестине и поженились в Нью-Йорке, где у них и родился сын. В три года маленький гений играл сложные пьесы. В семь лет впервые выступил перед публикой. В 10 отправился в турное по Европе, а в 11 выступил в Корнеги-Холл, сыграв скрипичный концерт Бетховена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok